...ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Как вы помните, на прошлой сессии в первом чтении мы приняли, было много разговоров, споры были, предложения были. Ну, кратко сначала в целом о законе. Закон к нам пришел в администрации президента, то есть там предлагалось усиление ответственности за нарушения в области дорожного движения. Прежде всего, конечно, обсуждение шло вокруг употребления алкогольных напитков или состояния наркотического обвинения, когда люди уже после этого находятся за рулем. И, ну, очень много живого такого разговора, живой беседы было. Ну, нам предлагали, прежде всего, увеличить штраф до 800 минимальных размеров оплаты труда. То есть это у нас, получается, сегодня 48 тысяч за воздействие состояния алкогольного или иного обвинения. Мы в комитете после этого уже встречались, обсуждали, также кругу коллег, не только членов комитета. Данная тема вызвала очень оживленную беседу. Пытались прийти к какому-то общему мнению. В Франции так вот изначально расскажу, что, например, ну, меня лично, например, 48 тысяч за сумму совершенно не устраивало. Мне кажется, в стране, когда не существует такой зарплаты, наверное, вообще как-то, ну, где-то не бесчеловечно, конечно. Да, оно слишком жестковато, такие штрафные суммы делают. Моя, как бы, идея была внести поправку, чтобы мы спустили до 24 тысяч, то есть у нас получилось с 12 до 24 тысяч увеличение на 100%. Но я, как бы, в беседе с коллегами, со всеми понял, ну, я поправку ради поправки не готовлю, хотел, чтобы она была принята как-то, и мы сошлись на том, что как-то что-то общее уже придем, получается, к 500 ротам, то есть до 30 тысяч.